Сегодня мы разберем самые громкие новости технологий апреля и начала мая. Как бы это уже давно прошло, никому не интересно, а значит самое время обсудить. Ставь лайк, подписывайся и не забывай почаще гулять, особенно в такую прекрасную погоду. Привет, я Тим и сейчас я буду толк. Да, вы все правильно понимаете, я возродил PowerCast. Такой формат выходил на моем канале весь 2020 год, прям от начала до конца и половинку 21-го. Если вкратце, это было примерно так. PowerCast. Привет, это первый выпуск PowerCast. Обычно, когда подкасты только запускаются, начинают... Начинают со второго дубля. PowerCast. Привет, это второй выпуск PowerCast и... PowerCast. Привет, это очередной, точнее третий выпуск PowerCast. Привет, OldFaggy тут уже четвертый выпуск, вы помните был первый выпуск, это же было так давно. Пятый выпуск PowerCast и уже по этому поводу можно выпить воду. Осторожно, потому что на техноканале надо очень осторожно пить воду. За тот период, пока меня не было, целый месяц. Как обычно, PowerCast выходит раз в месяц почему-то туда. И начнем мы с формата реакции, потому что вышел трейлер фильма, который я очень давно ждал. Один месяц назад я здесь был, есть доказательства, а теперь получается... Привет, это девятый выпуск PowerCast, и на этот раз мы поговорим с вами о том, что произошло в сентябре. PowerCast, наконец-таки, мы его дождались 10. Привет, это десятый выпуск PowerCast. Да что уж там говорить, даже в Афинах был снег. Но прежде, должен сказать, что на канале теперь тысяча подписчиков. PowerCast, наконец-таки, мы его дождались. Привет, это новый выпуск PowerCast. Правда, это уже давно не подкаст. Это целая сборная солянка из различных жанров. По ходу дела вы поймете, о чем я говорю. Формат будет необычным, жизнерадостным, веселым, а самое главное, актуальным. Поэтому сегодня мы вернемся в начало марта и вспомним мой видос про VPN, к чему приведет блокировка YouTube. Затем пораскинем мозгами, а что нам заменит YouTube? Неужели RuTube? Лучше уж, может, тогда ВКонтакте? А может, Telegram планирует ввести подписку премиум? Что это такое? Apple запустила свой собственный сайт с компонентами для iPhone. Вроде бы мелочь, но это многое меняет. TeamViewer ушел из России. Офигеть, как так? TeamTalk будет негодовать на этот счет, что TeamViewer ушел. iPad на macOS. Неужели мы в будущем откажемся от ноутбуков? И под конец пачка новостей о Google Pixel и OnePlus. Все, как мы любим. Начинаем. Пауэркаст. Ну что ж, для разогрева, быстрые новости. В течение ближайших лет Twitter может стать публичной компанией. А с учетом того, что там рядом постоянно околачивается Илон Маск, как только услышите новости об IPO Twitter, сразу на все последние деньги закупайтесь акциями Twitter. Прямо 100%. Также в этой социальной сети появилась новая функция публикации для узкого круга друзей. Да, это прям как в другой запрещенной соцсети. Все. Apple Music теперь кинул и меня. Одним днем я зашел в мое любимое приложение для прослушивания музыки, а оно мне выдало... Хочешь слушать? Плати. Ну, это в целом и так понятно. Большая проблема в том, что... А как заплатить? Как платить-то? Вся моя медиатека в заложниках у большой корпорации. Они предлагают выкуп, но никак отправить деньги я не могу. Мне кажется, такого сценария не было даже в боевиках 80-х. Пока что перешел на музыку, ну, посмотрим, что будет дальше. На месте кашля могла быть ваша реклама. Кстати, теперь и через Kiwi кошелек не получится пополнить баланс App Store. Я говорил, что в наше время Android прям решает. Остался последний вариант что-либо купить в App Store. Это используйте номер мобильного телефона. Но кто знает, как скоро прикроют и эту лавочку. Так что смотрите мои обзоры на OnePlus и Google Pixel и приобщайтесь. И последняя быстрая новость. Спустя 12 лет вышел трейлер-тизер второго Аватара. Без лишних слов, под эпичную музыку смотрим на кат-сцену из очень дорогой игры с крутейшим Ray Tracing. Но если серьезно, то пока что это выглядит неубедительно. Многие персонажи двигаются неестественно. Опять же, с графикой есть кое-где проблемы. В том же самом 2009 году в первом фильме все было гораздо естественнее. Ну, либо я был менее притязателен. Так или иначе, это не то, чего я ждал. Хочу самую дорогую графику на последние деньги. У студии еще есть время до декабря, так что пожелаем им сил и увеличения бюджетов. Сюжет, очевидно, пока не раскрывают. По крайней мере, по трейлеру вообще непонятно, куда они бегут, против кого сражаются. Короче, ничего не понятно, но очень интересно. А еще главное, чтобы в кинотеатры вернулись иностранные кинопрокатчики. Потому что пока что нам приходится смотреть Доктора Стрэнджа, снятого на мобильный телефон с экрана кинотеатра в Америке. И прокрученного через нейросети, как через мясорубку. Пиратам быть тоже сложно. Так что смотрите YouTube, подписывайтесь на мой канал и не скучайте. Пауэркаст. Но почему-то никто не подумал, что из-за массового перехода на иностранные адреса, мы обвалим рекламные кампании других стран, из которых мы как будто смотрим. Угадайте, сколько? Ноль внимания общественности у меня получилось привлечь этим видосом. А проблема достаточно серьезная, потому что после блокировки YouTube мы начнем активно пользоваться VPN-ом. И мы обвалим рекламные кампании иностранных кампаний, потому что мы будем смотреть их иностранную рекламу, но ничего не сможем купить. Получается, YouTube будет показывать рекламные вставки, они не будут работать на целевую аудиторию, и бюджеты иностранных кампаний будут прожигаться впустую. К чему это приведет, пожалуйста, напишите в комментариях, но у вас это все равно не получится, потому что YouTube блокирует нецензурные выражения. Кроме этого, после перехода на VPN мы перегрузим не только европейские, но и наши российские сервера. Словом, если не вдаваться в детали, как я это делал в предыдущем видео, после блокировки YouTube нам не то что нужно будет перейти на какие-то аналоги, это будет необходимо для общего блага. Пауэркаст. Сейчас мы видим, что аналоги YouTube активно выходят из спячки, ВКонтакте тратят баснословные деньги на развитие ВК-видео, Рутуб, сложно поверить, но убирает ручную верификацию. Интересно, куда теперь денутся все эти люди, которые денно и ночно отсматривали серии Маша и Медведь на наличие госпропаганды. Яндекс Дзен тоже сдувает пыль с алгоритмов, я сам пробовал загружать туда видосы, В целом, это работает, понятное дело, там более взрослая аудитория, это не так хорошо работает, как на YouTube, но этим можно пользоваться. Однако я все же делаю ставку на ВК и Телеграм. Вконтакте видео позволит не только смотреть видосы, но и активнее общаться. Возник какой-то спорный момент, переходите в личные сообщения и при помощи мемов и стикеров объясняйте своему оппоненту, в чем он не прав. Мне кажется, идеально. На YouTube таких инструментов и возможностей никогда не было и не будет в ближайшем будущем. Да, мне кажется, никогда в целом. Понятное дело, у ВКонтакте тоже есть там свои минусы. Ну, типа там, несерьезные. Там, вас читает ФСБ. Поэтому именно Телеграм будет мега хорош, если Павел Дуров подключит нормальный стриминг, потому что пока что качать видосы любимых блогеров себе на смартфон, чтобы посмотреть, надо что-то скачать. Хотя, с другой стороны, я что, зря покупал смартфон на 256 гигабайт? Ну и как бы все люди, которые покупали айфоны на 2 терабайта, оказались самыми дальновидными людьми. Они еще тогда понимали, что в будущем мы не будем пользоваться стримингами. Стриминги уходят, как бы кино приходится качать, Телеграм постоянно требует закачивать. Нужно много памяти на смартфоне. Так что эти люди оказались красавчиками. Пишите в комментариях, куда мне идти после блокировки YouTube. Понятное дело, вы напишите в школу, на уроке. Пауэркаст. Во все времена были люди, которые хотели большего. Вот бывают белые вещи, черные вещи для разнообразия. И все нужные вещи можно купить за адекватные деньги. Казалось бы, все просто. Зачем нужны все эти? Бершки, H&M, Ralf и так далее. Нью-Йоркеры. Но все эти бренды существуют. И более того, в зависимости от логотипа, наклеенного на вещь, она стоит по-разному. Спасибо, капитан очевидность. А теперь зачем я все это рассказал? Да дело в том, что в Телеграме есть стикеры, есть фоны для чатов, есть еще миллион других инструментов для самовыражения. Так вот теперь Телеграм просто подстраивается под запросы общества. Он предлагает больше стикеров, больше фонов, больше других инструментов самовыражения. Он просто подстраивается под запросы общества. То есть, если есть люди, которые хотят большего, почему бы им не дать эту возможность за дополнительную сумму? На этом можно неплохо еще и заработать. Точно так же поступает компания Apple, выпускает нормальный ремешок для Apple Watch, которым просто можно пользоваться, но кроме этого выпускает и версию Hermes. Hermes, если ведь правильно. А нет, если правильно говорить, Hermes. Вот это уже 101% для тех, кто хочет чего-то большего. Ну и точно так же поступает, например, не только Apple, которая очень дорогая, там, такая премиальная. Также поступает компания Xiaomi. В комплект кладет прозрачный чехол. Этим можно пользоваться, но для тех, кто хочет большего, они предлагают другие варианты чехлов. Там тонкие, толстые, силиконовые, деревянные, я не знаю. Да тот же ВКонтакте имеет обычные стикеры и также продает анимированные, там, диснеевские стикеры, которые стоят бастословных денег, там, 32 рубля. Ну и как бы в Телеграме теперь это тоже появляется, обычное явление. Не знаю, почему многие это явление хейтят. Как бы у вас все равно останутся обычные стикеры, у вас останутся обычные папочки, да, вам там будет предложено, по-моему, больше папочек, больше стикеров, больше реакций, но это 101%. Как бы вас никто не заставляет этим пользоваться. Так что не надо кипишевать, если вы хотите, чтобы такого не было, все вопросы к обществу. Занимайтесь социологией, развивайте культуру, чтобы люди довольствовались малым. Типа вот, есть мало стикеров, один стикер, один лайк, как раньше было. Лайка было вообще достаточно. Любую эмоцию можно выразить через лайк. Понятное дело, это не так гибко, но как бы лайк, универсальный инструмент. Но теперь появляется больше возможностей, самовыражения, там, вот это все. В принципе, все понятно, просто, логично. Не надо на это сверебствовать. PowerCustomer. В будущем мы не будем менять смартфон каждые 2-3 года. Такая тенденция уже прослеживается. И как бы менять iPhone каждый год ради сдвинутых камер, вот это и есть тот самый 101%. В будущем мы будем покупать смартфон, который легко разбирается, и для которого легко можно найти компоненты, составляющие. Детали? Ну вы поняли? Все будет прямо как с автомобилями. Мы же умеем делать базовые, там, техосмотр, ТО, поменять масло, поменять подши... Подши... Шины. Так вот то же самое будет и со смартфонами. Мы будем сами менять экраны, батареи, и... Будет кайф. С таким подходом одного смартфона спокойно хватит на 5 лет, даже с учетом внезапных поломок. Уронил смартфон, ой, беда, ой, как страшно, но ничего на самом деле страшного нету. Зашел на официальный сайт Apple и закупился нужными деталями. Такой сайт уже открыт, он спокойно функционирует, но только в США и для некоторых моделей айфонов. Ну как бы Москва тоже не сразу строилась, главное уловить тенденцию. А тенденция прям неплохая. То есть сегодня вы тоже можете заказать детали на Алиэкспрессе, поменять и побежать дальше. Но, во-первых, у вас не будет уверенности в качестве компонентов, а во-вторых, вы потеряете гарантию, поскольку официальные сервисные центры Apple, например, не принимают заморские технологии. Согласитесь, гораздо приятнее купить оригинальный аккумулятор, да еще и поставить своими руками. Раньше такой возможности не было, а теперь появляется. К тому же вы можете сдать старую деталь и получить скидку на новую, а получить скидку на продукцию Apple, мне кажется, уже ради этого можно жить. На самом деле, вот это полезный вклад в экологию, а не вот эти все коробочки от компании Apple, без зарядочек, вот это все, это ерунда. Вот это вот действительно полезно, потому что чем медленнее происходит оборот смартфонов, тем медленнее окажутся на свалке. Я уверен, что Apple станет трендсеттером еще и в этой области, так что скоро на новостных лентах ваших смартфонов будет Samsung запускает компоненты для смартфонов, там Huawei запускает сайт с продажей компонентов, ну вы поняли суть, и не только эти бренды, многие другие тоже подключатся. Все крупные бренды к этому придут, если с нами останется привычная форма смартфона, прямоугольник со сменными компонентами. Да, понятное дело, будут еще люди со складными смартфонами, но это опять же 101%, я думаю, большинство останется с квадратными смартфонами, никуда они от нас не денутся. Ну может только если в будущем на замену придут виртуальные очки от компании Apple, очки дополненной реальности, ну либо почтовые голуби. Я все жду, когда же Apple презентует своего почтового голубя. Углеродный след 0, быстрая зарядка хлебными крошками, вред окружающей среде, грязные памятники. Ну а что, рано или поздно у них закончится идея, из какого типа мусора собрать следующий iPhone. Хм, а может из бумаги? Чекайте, скриньте, мы вернемся к пернатам. PowerCast. Из России ушел TeamViewer. Это было достаточно полезное приложение для владельцев стационарных компьютеров домашних и при этом владельцев планшетов. Им по сути не было необходимости покупать ноутбук. Если быстрый интернет, просто подключаешься через сеть к своему домашнему стационарному мощному железу и выполняешь абсолютно любые задачи. Здесь можно провести аналогию с облачным геймингом. Если у вас нету мощной игровой приставки, там Sony Playstation, Nintendo Switch, хотя Nintendo Switch мощная приставка. Так или иначе, если у вас нету даже такого железа, вы можете арендовать сервер где-то в Лос-Анджелесе и спокойно транслировать экран видеоигры просто себе домой. По факту там у вас стоит компьютер, а здесь вам просто стоит монитор и вы смотрите, как там что-то играется. Это гораздо удобнее и выгоднее, чем покупать собственное дорогое мощное железо. Именно поэтому я ждал приход в Россию 5G. Но, видимо, придется подождать. Так вот, теперь не то, что быстрых сетей не будет, так еще у нас изобрали возможность самого удаленного доступа. Саму возможность отобрали. Понятное дело, есть аналоги, я проверил рынок, но все нормальные и адекватные решения это какие-то зарубежные приложения, где надо как-то думать с оплатой иностранными картами. Мне кажется, у многих в России нету иностранных карт. У меня, соответственно, тоже их нету. Надо как-то думать, придумывать, пока что без сервисов. Обидно, что так получилось, но зато теперь я точно понимаю, что нужно брать ноутбук. Если раньше я метал себя ноутбук-планшет, ноутбук-планшет, это был бесконечный пинг-понг, то теперь я спокойно понимаю, что надо брать iPad на macOS. Что? А это уже другая новость, к которой мы вернемся после PowerCast. В сети появились концепты ноутбука-планшета от компании Apple. У тебя есть клавиатура, у тебя есть планшет. Хоу, iPad Book. Как только вы подключите клавиатуру, устройство перестроит интерфейс с iPadOS на macOS. А? Фигеть, это именно то, что мне было нужно. Это что-то среднее между... Это идеальный баланс между производительностью и возможностями, и компактностью. Однако я слышал в интернете мнение, что это своего рода каннибализм для Apple. Выпустив подобный планшет, они подпишут смертный приговор Macbook. Но, друзья мои, Macbook Air уже подходит к своему логическому завершению. В будущем останутся только прошки для прошковских задач. Ну, там, цветокоррекция, монтаж, ну, you know. Уже многим хватает планшетов. Например, там, бизнесменам, студентам, да что уж там, шкалерам спокойно хватает вычислительных мощностей. А 14 Bionic, там, даже M1. Тем более, M1 спокойно хватает вообще для всего. Ну и как бы все, кто хотел купить планшет, его уже давно купили. Остались только те, кому вот хотелось бы купить планшет, но еще хотелось бы, чтобы там были приложения для ПК. Вот остался последний класс людей, кого можно сподвигнуть к покупке. И компания Apple именно на них и рассчитывает. Macbook и Air, да, уже уходят в прошлое. И вот остались те самые люди, которые хотят планшет с возможностями ПК. Как бы компания Huawei это тоже понимает. Она выпустила MateBook E. Это такой средний вариант между планшетом и компьютером. То же самое выпускает Microsoft. Правда, она занимается этим уже давно. Но это не так удобно и не так круто, как у компании Apple. Потому что компания Apple может сделать действительно круто, действительно интересно и качественно. Потому что M1, чип M1 стоит уже в MacBook'ах. Ну и как бы тот же самый чип стоит в iPad'ах. И почему бы просто не взять и не поставить на iPad Mac OS, чтобы выполнять те же самые задачи, что и на MacBook'е. Короче, вы меня поняли? Остался последний виток, чтобы подстегнуть людей купить iPad. Это тот самый виток. Поэтому, да, MacBook Air канет в лету. Мне кажется, в этом году выйдет последний MacBook, так сказать, финальный, яркий, необычный, по типу iMac'а 24 дюймов. Вряд ли будут еще выходить iMac'и 24 дюймов, ну, либо там какие-то другие модификации будут. Но вот iMac 24 дюйма, вот какой он сейчас есть, вот таким он останется навсегда. И точно так же, я думаю, выпустят MacBook Air на чипе M2. Такой необычный, яркий, летний, молодежный. Я его обязательно куплю, как только он выйдет. Поэтому подписывайтесь, чтобы следить еще и за этой информацией. Ну, вот и MacBook канет в лету, и останется iPad Book, либо как там его назовут. В общем, тоже интересное решение. Он будет для базовых задач, там не будет большого числа портов, особенно там для карт памяти. Много USB-C, обычных USB-шников 100% не будет. Там Thunderbolt, возможно, поставят. Ну, да, скорее всего, Thunderbolt поставят, но он будет всего один. Как бы это не профессиональное решение. Для профессиональных задач останутся ноутбуки. Но вот базовые потребности закроет iPad Book. Ну, и как бы 100% компания Apple сделает драгующие аксессуары. Ну, типа, хочешь, чтобы запускался тебе интерфейс Mac OS, докупай клавиатуру за 30 тысяч рублей. Не переживайте за компанию Apple, что они не будут продавать MacBook'и, что как бы, как будто им это не выгодно, им все выгодно. На этих iPad Book'ах они заработают даже больше. Прям 100%. PowerCast. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом все. В принципе, на этом моменте вы уже можете закрыть видос, но для тех, кто постоянно подписан на мой канал, точнее, просто подписан на мой канал, сейчас будут новости Google Pixel и OnePlus. По Google Pixel мы ждем презентацию, она уже ожидается где-то в мае. Pixel Watch это, наверное, основное, что я жду. Надеюсь, в цифрусе он появится, они появятся, часы. Ну и как бы на этот раз по-любому только через цифру, потому что самостоятельно заказывать из Америки уже не получится. К сожалению, эпоха временно нас покинула. Скорее всего, часы будут стоить что-то в районе 10-15 тысяч рублей, хотя, нет, мне кажется, может и даже 20-ку стоить. Спокойно. Что касается компании OnePlus, пока что презентации не ожидается, типа какие-то там Nord 3, Nord 4 или какой-то там уже выходит. Если честно, за Nord'ами я особо не слежу. Я слежу за основной линейкой, вот то есть OnePlus 10 Pro скоро приедет ко мне на обзор. Я буду, наверное, месяц с ним ходить, и где-нибудь ближе к июню, к середине даже июня, выйдет полноценный большой обзор OnePlus 10 Pro. Так что подписывайтесь тоже, чтобы не пропустить. Это будет реально интересный видос. Они вот, которые многие у меня выходили, такие промежуточные, средние, полуинтересные, полуинтересные, там большой обзор планшетов. Но как бы это не для всех. Сейчас будут в основном на канале появляться видосы интересные широкой публике. И именно OnePlus, Google Pixel, ну вот еще компания Nothing подключается. Будем следить. Ну и разумеется, мы ждем новый Android. Как только он появится, я попробую его скачать на свой старый OnePlus. Ну типа там бета-версии какие-нибудь, может, получится. АПКшками поставить, или как они там ставятся. Ну, надеюсь, получится. Ну и самое главное, скоро будет WWDC. Если вот там покажут новый MacBook Air на чипе M2, я буду, не знаю, в отчаянии, потому что я еще не успел до конца накопить. Но, тем не менее, что-то придется делать. Как-то доставать. Может быть, не знаю, какие-то интернет-магазины подключу. Может быть, с кем-то коллаборацию замучу. Короче, посмотрим. Но по-любому это нужно будет доставать. По-любому. Подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки, потому что формат надо продвигать. Каналу уже более пяти лет, но подписчиков очень и очень мало. Давайте наращивать темпы вместе. Пишите комментарии, продвигайте видос. В общем, пока. Пишите комментарии,